Добрый день! 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 имя отчества текущего пользователя в родительном падеже. Далее заполняется поле «на основании», в котором выбирается тип документа, который подтверждает полномочия пользователя на действие в системе ВГИСа ПВК от лица организации. В зависимости от выбранного варианта в поле «на основании» необходимо загрузить соответствующий правоустанавливающий документ «Устав», «Доверенность иное». Загрузка происходит путем нажатия кнопки «Выберите файл». Интерфейс делает подсказку, что файл необходимо загрузить в формате PDF размером до 50 МБ. Далее необходимо убедиться, что файл загружен и нажать на кнопку «Сохранить», тем самым сохранив заполненные данные и приложенный файл. Пользователь ВГИСа ПВК имеет возможность подписания объектов в системе с помощью электронной подписи. УК – только при наличии доверенности от данной организации, за исключением руководителя организации. Следующий раздел «Мои данные». С данными о юридическом лице можно ознакомиться в разделе «Мои данные». Система ВГИСа ПВК имеет сквозные интеграционные механизмы СИСИА, Налог-3 и ДДАТА. Исходя из этих интеграционных взаимодействий, у нас происходит автоматическое заполнение, подтягиваются все платежные реквизиты юридического лица. Перед работой в системе, созданием и заключением договоров, заявок пользователям должны быть заполнены и подписаны реквизиты организации. Осуществлять деятельность в ВГИСа ПВК могут только те организации, статус реквизитов которых находится в статусе «Принято». После авторизации пользователя необходимо скорректировать и дополнить данные по реквизитам организации. Заходите в подробно и заполняете необходимые реквизиты. Затем подписать и отправить информацию федеральному оператору с помощью УКЭП. После подписания УКЭП статус реквизитов организации изменится на «Принято». Далее можно выполнить дальнейшие действия в системе. Обращаем ваше внимание, что после перехода реквизитов в статус «Принято» их изменение возможно только путем написания официального обращения в адрес федерального экологического оператора. Следующий раздел «Мои места накопления». Для создания нового места накопления мы переходим в раздел «Мои места накопления» и нажимаем кнопку «Плюс» «Добавить». На экране отобразится форма создания нового места накопления, в которой для заполнения будут отображаться следующие блоки. Мы здесь будем показывать в статусе «Принято». В первую очередь мы указываем расположение на карте. Мы прописываем вручную адрес и устанавливаем курсор в поле «Адрес». Далее используйте функции масштабирования. Выбирайте требуемый участок карты и нажимайте на приблизительное расположение объекта. Система предложит выбрать в списке доступный адрес, соответствующий указанной вами точки на карте. Если место накопления располагается по адресу, у которого нет улицы, номера, здания, необходимо указать адрес в соответствии с документами на объект при отправке места накопления на рассмотрении. Необходимо будет вам приложить документы, которые подтверждают отсутствие у организации конкретного адреса. Если место накопления является местом накопления отходов, принятых от населения, отходообразователь должен сделать отметку в поле карточки «Место накопления» для сбора ОПВК от физических лиц. Далее муниципальное образование вводится по коду ОКТМО. Далее указываются ограничения на объекте, ограничения по транспортным средствам, режимный объект или, если является закрытым административно-территориальным образованием, то необходимо прописать условия въезда, сроки оформления разрешения на въезд на территорию заказчика и контактные данные лица, кому можно обратиться за оформлением пропуска. Следующая графа – информация об объекте негативного воздействия на окружающую среду. Если объект является объектом НВОЗ, в блоке «Информация об объекте НВОЗ» необходимо активировать переключатель и ввести код НВОЗ. Информация об объекте НВОЗ заполняется при наличии у объекта кода НВОЗ. Далее следующий раздел «Виды образуемых отходов». При заполнении раздела «Виды образуемых отходов» необходимо будет заполнить обязательные графы по каждому виду образуемого отхода. Вид отходов, происхождение отходов, способ определения химического и компонентного состава отходов, наименование компонентов, содержание в процентном отношении минимальное и максимальное, способ определения химического и компонентного состава вида отходов. Ввод данных здесь возможен до 5 единиц после запятой. После этого внесенную информацию нужно будет сохранить. Также нужно будет выбрать указываемый вид отхода, перерабатывается он на собственных мощностях или нет. Если указанный вид отхода перерабатывается на собственных мощностях, то нужно будет обязательно заполнить на каком объекте обращения. Далее, на каждый вид отходов должен быть оформлен соответствующий паспорт отходов. Типовая форма паспорта отходов у нас утверждена приложением номер 2 приказу Минприроды России номер 1026 от 08.12.2020 года. И также постановление правительства Российской Федерации номер 712 от 16 августа 2013 года. Вот это постановление номер 712, оно имеет, типовая форма имеет две стороны. То есть необходимо подкрепить вам будет и лицевую, и оборотную сторону. Далее, в случае, если отходы, образуемые в данном МНО, являются опасным грузом в соответствии с ДОПОК. ДОПОК – это соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. Необходимо активировать переключатель «Поле является опасным грузом» и выбрать классы опасности. Далее, при необходимости заполняете сведения о нормативах и лимитах в соответствии с устанавливающими документами. Установлены нормативы образования ТОН в год и установленные лимиты на размещение ТОН в год. Обращаем внимание, что заполнение установленной нормативы образования ТОН в год и установленные лимиты на размещение ТОН в год, также документы, устанавливающие нормативы и лимиты, тип документа, номер документа, дата документа. Производится только теми предприятиями и производствами, которым присвоены первая и вторая категория опасности. Третья и четвертую категорию заполнять не обязательно. Следующее – режим доступа и фотообъекта. Фотообъекта прикрепляете. Далее – режим доступа для погрузки ОПВК. Заполняете рабочее время и рабочие дни. Далее – указываете контактные данные лица, ответственного за данное место накопления. Эти данные необходимы для заполнения с целью использования в договорах, связанных с данным местом накопления. Указываете e-mail, рабочий телефон, добавочный номер телефона, мобильный номер и фамилия, имя, отчество указываете полностью. Далее – подписываете и отправляете на рассмотрение федеральному оператору. Федеральный оператор проверяет заявку по регламенту 3 рабочих дня. Постановление правительства 13.46. По факту обычно 1-2 рабочих дня. Далее – переходит в статус «Принято» либо «Отклонено». Если статус «Отклонено», то тогда оператор обязательно прописывает вам комментарии, которые будут указаны по правую сторону. В принятое место накопления можно вносить изменения. Для этого необходимо нажать на кнопку «Внести изменения». Графы станут активными, вносятся изменения. Затем вы подписываете место накопления с помощью УКЭП. В окошке при подписании указываете комментарий, то есть причину изменения. Место накопления уходит на рассмотрение федеральному оператору. После того, как оно будет согласовано и статус изменится на статус «Принято» в правом верхнем углу, можно переходить на следующий этап. Следующий раздел «Мои договоры». В разделе «Мои договоры» нажмите на кнопку «Плюс» в правом верхнем углу «Добавить», и в результате на экране отобразится форма для заполнения основных параметров договора. Здесь, в тестовой среде, мы будем рассматривать в статусе «Действующий». В форме необходимо указать, это период договора, да, выбираем от, на который заключается договор. Заключаемый договор действует только в том календарном году, который был выбран в поле «Период договора». Период действия договора выбираете 2023 или 2024 год. Договор будет действовать с момента подписания двумя сторонами. До 31 декабря 2023 года включительно, или до 31 декабря 2024 года, или до момента исполнения обязательств по договору. Пролонгация договора не предусмотрена. Далее, после сохранения и при дальнейшем заполнении карточки договора, период нельзя изменить. Следующее. Установить необходимо переключатель в случае, если отходообразователь относится к организациям бюджетной сферы, закупающим услуги по федеральному закону от 5.04.2013 года номер 44. Хотим обратить внимание, что при установке переключателя организация осуществляет закупочную деятельность по 44-му федеральному закону. В активное состояние форма договора изменится в соответствии с требованиями федерального закона номер 44 от 5 апреля 2013 года. В карточке договора станут доступны новые обязательные для заполнения поля. Это идентификационный код закупки ИКЗ, источник финансирования и основания для закупки у единственного поставщика. Далее необходимо нажать на кнопку в нижнем правом углу экрана. После сохранения карточки договора автоматически откроется карточка договора с остальными полями для заполнения. А в разделе «Мои договоры» сформируется договор в статусе «Черновик». Следующее. В разделе «Платежные реквизиты» будут содержаться реквизиты головной организации, ранее внесенные в реквизиты организации в разделе «Мои данные». При необходимости возможно изменить платежные реквизиты, в частности указать платежные реквизиты обособленного подразделения или филиала юридического лица, отличные от реквизитов головной организации. Для этого необходимо ввести информацию о платежных реквизитах «Казначейский» или «Расчетный» в счет. Критерий «Казначейский» предназначен для бюджетных, муниципальных и иных организаций, ведущих расчеты через счет в УФК, в Управлении федерального казначейства. И заполняем предлагаемые поля. Следующее. Необходимо добавить позицию договора, нажав на кнопку «Из выпадающего списка выбрать одно из своих мест накоплений», которые находятся в статусе «Принято». Затем добавляем вид отходов, также из выпадающего списка. После этого указываем массу и периодичность передачи для каждого выбранного вида отходов в полях «Масса» и «Периодичность передачи отходов». Договор можно заключить как на одно принятое место накопления, так и на несколько принятых мест накопления. Цена договора складывается, объем умноженный на тариф. Тарифы утверждены у нас приказом Федеральной антимонопольной службы номер 220-22 от 18 марта 2022 года. Срок подписания договора составляет около 10 рабочих дней. Подача заявок на вывоз отходов предусмотрена только при наличии действующих договоров между федеральным оператором и отходообразователем. Договор должен находиться в статусе «Действующий» и «Гореть зеленым цветом». Предельная стоимость услуги отражается в печатной форме. Ее можно скачать. Подписанный договор уже с визуализацией подписей сторон по договору. Доверенности на подписантов можно будет скачать в zip-архиве. Если организация работает по 44-му федеральному закону, и это было указано в начале формирования договора, то будет выгружаться дополнительное соглашение номер 1 второго типа по 44-му федеральному закону. Обращаю внимание, авансовая предоплата в размере 30% оплачивается по заявке на вывоз отходов и в назначении платежа указывается номер заявки. Если период договора до конца 2022 года был, и вы подали заявку на вывоз отхода и сделали по ней предоплату в 2022 году, но период вывоза уходит на месяц 2023 года, то такая заявка будет исполнена в 2023 году по старому договору 2022 года. После закрытия данной заявки на вывоз договор прекратит свое действие. Такой договор будет высвечиваться за статусом «недействующий». Нельзя подать новую заявку, но все обязательства по договору будут исполнены. На новые места накопления мы заключаем новый договор. Если договор заключен, к примеру, на 100 тонн аккумуляторов, но в процессе календарного года выяснилось, что у вас образовалось больше отходов, и передавать федеральному оператору вы намерены, к примеру, 120 тонн отходов, то на эти 20 тонн отходов нужно заключать новый договор. Если же договор на 100 тонн отходов заключен, но передать федеральному оператору вы хотите 80 тонн, к примеру, то вы работаете в рамках уже заключенного договора. Уважаемые участники вебинара, обращаем внимание. Все информационное взаимодействие происходит на цифровой платформе в ГИС ОПВК. Все договоры заключаются в электронном виде в ГИС ОПВК. Исключением является, когда ОПВК образованы в результате деятельности для обеспечения обороны страны и безопасности государства и информация, составляющая государственную тайну. Такая информация об отходах не подлежит размещению во ВГИС ОПВК, и сведения об отходах передаются на бумажном носителе. Договор заключается также на бумажном носителе. Для этого необходимо написать официальное письмо на почту info.rosfeo.ru. Далее с вами свяжется сотрудник, который будет сопровождать вашу организацию. После того, как вы подписали договор, он переходит в статус на рассмотрение, затем переходит в статус анализ договора, затем на подписание и статус действующей внесения в ЕОСДО. Вот в этом статусе федеральный оператор пришлет вам приглашение на обмен электронными документооборотом в системе «Контур-диадок». Далее договор переходит в статус действующей, будет гореть в правом верхнем углу зеленым цветом, и вы можете переходить в следующий раздел. Следующий раздел. Дополнительные соглашения. Дополнительные соглашения можно добавить только к договорам в статусе действующем. В личном кабинете отходообразователя необходимо войти во вкладку «Дополнительные соглашения», добавить предварительно сформированный в виде электронного документа файл дополнительного соглашения в формате PDF, указать обоснование для заключения дополнительного соглашения и подписать его усиленной квалифицированной электронной подписью УКФ, после чего дополнительное соглашение поступит на рассмотрение федеральному оператору. И при положительном рассмотрении в договор будут внесены необходимые изменения. Следующий раздел – журнал образования ОКВК. Учет образующихся отходов первого и второго классов опасности необходимо отражать в журнале образования ОКВК. При открытии раздела журнала образования ОКВК сгруппированный вид журнала образования ОКВК открывается и в интерфейсе раздела доступны два режима просмотра данных – это группировка и список. Вид отображения журнала указан в верхнем правом углу. Сгруппированный вид и вид списка. При открытии журнала образования ОКВК в сгруппированном виде в интерфейсе отображается список мест накоплений в статусе «Принято», как вы видите на экране, с возможностью просмотра всех видов отходов выбранного места накопления и выбора записи журнала образования ОКВК. При выборе записи журнала образования ОКВК появляется возможность подачи заявки на обращение с отходами. При нажатии на кнопку группировки отображается журнал, переходит в режим списка. В режиме списка отображается только записью журнала образования ОКВК. Создание отчета об образовании ОКВК. Для создания новой записи переходим в раздел «Журнал образования ОКВК» и нажимаем кнопку «Плюс». Система отобразит форму пустую карточку записи операции, которую необходимо заполнить достоверными данными. В форме карточки для заполнения доступны следующие поля. Дата операции с отходами. В данном разделе отражаются только те отходы, которые образовались в организации по факту образования. Согласно постановлению правительства номер 1346 от 24 октября 2019 года, поставщики информации отходообразователи представляют для включения в систему информацию в течение 10 рабочих дней со дня изменения информации. То есть, еще раз повторяю, здесь вам необходимо отразить дату фактического образования вашего отхода. Следующее – место накопления. Указывается место накопления, да, в статусе «Принято», на котором как раз произошло образование отхода. Прописываете здесь. Далее прописываете массу, нетто, указываете объем в кубических метрах. Далее прописываете документ, в котором зафиксирована операция. Указываете вид документа, номер документа, дату документа. Здесь указывается информация о документе, в котором организация ведет учет движения отходов в соответствии с приказом Минприроды России номер 1028 от 8 декабря 2020 года. То есть, здесь вы указываете ваш локальный документ. Далее, сведения об упаковке отходов. Указываете наименование, количество. Указывается информация об упаковке образовавшихся отходов. К примеру, картонная коробка для ртутных ламп, поддон для аккумуляторов и указывается количество. Далее вы подписываете запись в журнале с помощью УКЭП и запись автоматически переходит в статус «Принято». Далее, создание заявки на обращение с отходами из записи образования ОКУВК. После подтверждения записи журнала образования ОКУВК появится возможность на основании данной записи создать заявку на обращение с отходами. Если вид журнала образования ОКУВК установлен в форме списка, создать заявку возможно непосредственно из записи журнала образования ОКУВК. Для этого необходимо перейти в нужную запись журнала образования ОКУВК и нажать кнопку «Создать заявку». Также заявку на обращение с отходами можно подать из раздела «Журнал образования УПВК» в сгруппированном виде. Для формирования заявки из раздела «Журнал образования УПВК» необходимо выбрать место накопления, на котором образовался отход, выбрать вид образованного отхода и запись об образовании отхода, на основании которой будет сформирована заявка. После выбора нескольких записей система автоматически рассчитает массу и стоимость заявки. Для формирования заявки на основании выбранных записей журнала необходимо нажать кнопку «Создать заявку». Мы здесь в тестовой среде будем показывать из раздела «Мои заявки». То есть вы здесь будете формировать «Создать заявку», да? Мы будем показывать из раздела «Мои заявки». Переходим к разделу «Мои заявки». Для создания новой заявки необходимо заполнить информацию в полях. Договор с отходообразователем. Мы показываем в статусе «Заказ сформирован». Первое, что мы заполняем, это договор с отходообразователем. Еще раз уточняем, что возможен выбор договоров в статусе «Действующий». Далее, желаемая дата вывоза с ИПО. Необходимо указать информацию о договоре, в рамках которого будет направлена заявка на обращение с отходами и желаемый диапазон дат вывоза в соответствии с условиями договора. Информация о месте накоплений заполняется автоматически, исходя из информации записи журнала образования ОПВК. В карточку заявки автоматически переносятся данные из карточки выбранного места накопления. Режим доступа для погрузки ОПВК, ограничения на въезд транспорта по массе, по габаритам, если таковые имеются, и реквизиты организации заказчика. Далее, указывается желаемая дата вывоза С и желаемая дата вывоза ОПВК. При указании дат руководствуйтесь подсказками интерфейса, которые будут расположены под этими полями. Далее, необходимо заполнить блок информация о передаваемых отходах. Блок возврат тары. Также вы здесь указываете массу нетта, массу брута, количество грузовых мест, грузовое место. Возврат тары требуется или не требуется. При формировании заявки на обращение с отходами необходимо выбрать, нужен возврат тары или не нужен. Возврат тары при необходимости по желанию заказчика осуществляется за счет заказчика. Тарифы на возврат тары у нас отсутствуют и не учтены в стоимости оказания услуг федерального оператора. Возврат тары федеральным операторам, если такая тара является многообородной, осуществляется в случае, если договором об оказании услуг предусмотрен вывоз ОПВК с территории отхода образователя не реже двух раз в месяц, то есть регулярный вывоз. При этом возврат тары осуществляется, когда осуществляется рейс за следующей партией отходов. Отдельным рейсом возврат тары не осуществляется. В иных случаях возврат тары, если такая тара является многооборотной, осуществляется отходообразователем самостоятельно, либо с привлечением оператора по транспортированию, уже по отдельно заключенному договору. Стоимость услуг и условия возврата определяются сторонами в заключаемом договоре. Срок, когда тара будет доступна к возврату, и организацию выдачи тары можно будет уточнить и согласовать у исполнителя также после его определения. В целях экономии средств федеральный оператор рекомендует, что целесообразно упаковывать отходы таким образом, чтобы возврат тары не требовался. Данная рекомендация, она особенно актуальна для таких наиболее распространенных видов отходов, как лампы ртутные, аккумуляторные батареи. В личном кабинете в ГИСА ПВК при формировании заявки в поле возврат тары указывается, возврат тары не требуется. Блок «Грузовые места». Хотелось бы пояснить, что такое грузовое место. Грузовое место – это одна единица груза, которая предназначена для транспортировки. Это коробка, ящик, палет, мешок, бочка или любой другой отдельный предмет. Вы можете уложить ваши коробки штабелями, обернуть стретчем или любым другим упаковочным материалом. Это будет являться одним грузовым местом. Длину, ширину, объем необходимо брать с данного грузового места. При этом в графе «Количество единиц тары» вот здесь, чтобы указать, какое количество коробок в данном грузовом месте. В графе «Способ упаковки» необходимо прописать, какая упаковка была использована. Пример «Картонные коробки». Тип тары можно выбрать иное. В примечании возможно прописать информацию согласно вашему грузовому месту. Например, «Картонные коробки, упакованные стретчем, в количестве 4 штуки, уложенные штабелями. Если вы планируете сдавать отходы покоробочно, то необходимо указывать каждую коробку как отдельное грузовое место, заполняя все необходимые графы. Тип тары можно выбрать иное, указав в графах «Количество тары». Штук единица – способ упаковки «Картонные коробки». Следующий подраздел. Если груз является опасным, согласно паспорту отходов, в состав груза входят вещества, изделия, которые могут представлять опасность при перевозке. В частности, «Ацетон» имеет номер ООН 1090. В связи с этим необходимо использовать соответствующую тару и маркировку упаковки, а также более детальное обоснование в заявке об отнесении к опасному грузу согласно ДОПОК. Указать соответствующий номер ООН, надлежащее отгрузочное наименование и группу упаковки вещества. Это указывается в обязательном порядке. То есть, если вы выбираете «Груз является опасным», у вас будут эти подразделы. Далее, сведения о соответствии упаковки регламентом и паспорт безопасности химической продукции – это при наличии. Если выбирается категория, как у нас здесь в тестовой среде, не является опасным грузом, при этом в разделе «Сведения об отнесении к опасному грузу и его таре и упаковке» в поле «Обоснования» необходимо изложить детальное обоснование о классификации отходов как неопасный груз. Например, перевозимые вещества и изделия не входят в перечень опасных веществ и изделий согласно ДОПОК. У нас образуются 487 видов опасных отходов первых и вторых классов опасности. Для ртутных ламп, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года номер 2314, каждая лампа должна быть упакована индивидуально, возможно с использованием заводской упаковки и дополнительно в транспортной упаковке возможно использование картонных коробок. Ртутные лампы, указанные в перечне опасных грузов, приведенном в главе 3.2 ДОПОК, являются опасными грузами при их перевозке автомобильным транспортом. Однако, при соблюдении определенных условий перевозка указанных грузов может полностью или частично освобождаться от необходимости соблюдения требований ДОПОК. Так, например, в перевозке ртутных ламп могут применяться освобождения, связанные с перевозкой ламп, содержащих опасные грузы. Смотреть подраздел 1.1.3.10 ДОПОК. Ртутные содержащие лампы не относятся к опасным грузам, если используются. 1.1.1 Внутренняя упаковка. Бумага, тонкий картон, индивидуальная заводская тара из гофрокартона, предназначенная для защиты отработанных ртутсодержащих ламп от механических повреждений при случайном контакте друг с другом. Защита отработанных ртутсодержащих ламп внутренняя упаковка осуществляется на стадии образования и сбора отхода немедленно при замене перегоревших ламп светильников. 2.1 Транспортная тара. Фанерные картонные коробки и ящики, предназначенные для защиты отработанных ртутсодержащих ламп от внешних воздействий и механических повреждений, а также для обеспечения удобства погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования и хранения. Допускается применение сухих, неповрежденных картонных коробок из-под новых ламп. Максимальный вес картонных фанерных контейнеров при заполнении не должен превышать 15 кг, металлических контейнеров – 30 кг. Отходы термометров ртутных. Код ФККО 471-920-00-521. Согласно специальному положению 366 ДОПОГ, промышленные приборы и изделия, содержащие не более 1 кг ртути, не подпадают под действие ДОПОГ. Соответственно, отходы термометров ртутных в данной заявке не являются опасным грузом при обеспечении целостности при перевозке. В разделе «Сведения об отнесении к опасному грузу Эй-Евотаре и упаковке» необходимо указать «не является опасным грузом» и заполнить в поле обоснования. Например, согласно специальному положению 366 не подпадает под действие ДОПОГ. Обращаем внимание, что федеральный оператор не оказывает услуги по демеркуризации. В тариф данная услуга не входит. Поэтому, если у вашей организации разбилась лампа или градусник, вы силами сторонней организации проводите демеркуризацию, оформляете паспорт на отход и передаете отходы федеральному оператору по договору. Вбой стеклянных ртутных ламп и термометров с остатками ртути. Вход в ККО 471, 311, 11, 491. В разделе «Грузовые места. Способ упаковки» необходимо указать требуемый способ упаковки отходов для транспортирования. Согласно пункту 6.4 ГОСТ 12.3.031-83 «Система стандартов безопасности труда, работы с ртутью, требования безопасности хранения транспортировки ртути и загрязненных ею отходов твердых и жидких должно осуществляться в герметичных емкостях, устойчивых к механическим, химическим, термическим и прочим воздействиям. Аккумуляторные батареи в перечне опасных грузов приведены в позициях под номерами ООН 2794, 2795, 2800, 3028, класс 8. К ним применяется инструкция по упаковке П-801, согласно которой при условии соблюдения положения изложенных в пунктах 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 и разделе 4.1.3 до ПОГ разрешается использовать следующую тару. 1. Жесткую наружную тару, деревянные обрешетки или поддона должны исполняться следующие условия, которые приведены в инструкцию по упаковке П-801. Для перевозки отработавших батарей могут также использоваться ящики из нержавеющей стали или пластмасса. Должны выполняться следующие условия, которые приведены в инструкцию по упаковке П-801, точно так же. В соответствии с требованиями специального положения 598 главы 3.3 до ПОГ, требования данного соглашения не распространяются на перевозку отработавших аккумуляторных батарей, если 1. Их корпуса не повреждены. 2. Они закреплены способом, препятствующим утечке их содержимого, а также их скольжению, падению или повреждению, например, путем штабулирования на поддонах. 3. На их наружной поверхности нет никаких представляющих опасность следов щелочей или кислот. 4. Они защищены от короткого замыкания. Таким образом, неповрежденные АКБ не являются опасным грузом при обеспечении целостности при перевозке. В поле «Сведения об отнесении к опасному грузу» и о его таре необходимо заполнить графу обоснования. Например, «Не подпадает под действие до ПОГ» в соответствии с требованиями специального положения 598 главы 3.3. Итак, после подписания с помощью УКЭП заявка ваша будет направлена на рассмотрение к федеральному оператору, о чем будет свидетельствовать ее изменившийся статус рассмотрения заявки. После рассмотрения заявки отделом переработки заявка переходит в статус «Ожидает предоплаты». В карточке заявки отражаются тариф для данного класса опасности в рублях, общая стоимость заявки, требуемая предоплата, оплачиваемая сумма, статус предоплаты и дата предоплаты. В поле «Требуемая предоплата» указана сумма необходимого аванса. Также у вас здесь будет кнопка, называется «Расчет аванса». Можно получить здесь информацию о необходимости оплаты аванса с реквизитами для оплаты. В случае просрочки оплаты аванса статус заявки меняется на выделено красным цветом «Предоплата просрочена». В системе ВГИСа ПВК не выставляются счета на оплату услуг по обращению с отходами, так как в соответствии с Федеральным законом номер 402 о бухгалтерском учете от 6 декабря 2011 года счет не является первичным документом. Подаваемые заявки основываются на заключенном договоре между отходообразователем и федеральным оператором, в котором прописаны условия оплаты, срок, платежные документы и сумма платежа. Выставление счета не является обязательным условием. В статусе «Предоплата просрочена» заявка будет находиться до момента внесения аванса или от строчки «Предоплата», согласованной федеральным оператором. При получении заявки на обращение с отходами «Заказ сформирован» появляется возможность скачать QR-код. Открывается скачанный файл. Здесь вы можете увидеть номер заявки, ID тары, габариты, длина, ширина, масса, объем и код иное. Далее вы распечатываете QR-код, вкладываете в файл в мультифору и прикрепляете к каждому грузовому месту. Следующий раздел «Мои заказы». Карточка заказа автоматически генерируется в разделе «Мои заказы». При получении заявки на обращение с отходами статуса «Заказ сформирован». Здесь предусмотрены следующие статусы заказа в системе. По правую сторону вы можете увидеть статусную цепочку. Ожидает назначение дат транспортирования. Ожидает подтверждение дат транспортирования. Ожидает подписание акта приема-передачи отхода образователям. Транспортирование. Ожидает проверки отходов и корректировка массы 1, проверка запроса корректировки массы, корректировка массы 2, подписание акта с корректной массой, причина отклонения. Требуемое повторное подписание акта приема-передачи отхода образователям. Ожидает подписание акта приема-передачи руководителям. проверка ФЛ, ожидает подписания руководителем и затем подготовка закрывающих документов. Далее, последний статус у вас будет «Заказ выполнен». Хотелось бы обратить внимание, согласование даты прибытия транспортного средства. После формирования заказа у него будет статус «Ожидается назначение дат транспортирования». Данный статус означает, что по заказу на транспортирование отходов выбран исполнитель, то есть оператор по транспортированию. И система ожидает, когда оператор по транспортированию со своей стороны предложит отходообразователю даты для вывоза отходов. Когда оператор по транспортированию направит даты отходообразователю, у него будет возможность подтвердить предложенные даты либо отклонить. В случае, если отходообразователь отклонил предложенные даты, оператор по транспортированию должен будет повторно предложить даты транспортирования и направить их отходообразователю на подтверждение повторно. Необходимо зайти в карточку заказа в статусе «Ожидает подтверждение дат отходообразователя». В разделе «Данные о погрузке отходов» можно ознакомиться с данными об ожидаемом транспортном средстве и контактными данными назначенной транспортной организации. В этом же разделе указывается дата транспортирования, предложенная оператором по транспортированию. Необходимо ознакомиться с предложенной датой и согласовать или отклонить дату прибытия транспортного средства, нажав на кнопку «Принять» или «Отклонить». «Принять» означает статус заказа, изменится на статус «Ожидает подписание акта приемки передачи отхода образователя». Если вы нажимаете «Отклонить», то заявка вернется в статус «Ожидает подтверждение дата отхода образователя». После подтверждения дат транспортирования заказ перейдет в статус «Ожидает подписание акта приема передачи отхода образователя». В назначенную дату транспортировщик должен прибыть для погрузки отходов и принять их к транспортированию в место переработки и утилизации. При передаче отходов отхода образователю необходимо будет подписать транспортную накладную, предварительно подготовленную оператором по транспортированию и передать оператору по транспортированию копию доверенности на сотрудника, передающего отходы на транспортирование, которая подтверждает его полномочия на передачу отхода. При статусе ожидает подписание акта приема передачи отходообразователя. Отходообразователю необходимо подписать при помощи УКЭП акт приема передачи. Для этого необходимо в заказе нажать кнопку «Подписать акт приема передачи». Также очень часто наши отходообразователи задают вопрос по поводу доверенности на передачу отходов. И мы немного здесь поясним, что это за доверенность. Доверенность должна быть оформлена в свободной форме. Возьмите, к примеру, доверенность на подписание первичных бухгалтерских документов. Доверенность должна быть выдана от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами. Доверенность должна быть оформлена согласно действующему гражданскому законодательству. В доверенности должна содержаться следующая информация. Наименование организации, выдавшей доверенность, и ныне на организации, в лице кого и на основании чего осуществляет действие уполномоченное лицо от имени организации, доверитель. Информация о лице, кому доверяют, должность, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, доверенное лицо. Перечень действий, которые доверенное лицо может совершать от имени организации. Важно прописать именно два полномочия. Первое. Передавать ОПВК оператору по транспортированию, назначенному во ВГИС ОПВК. Второе. Подписывать документы, транспортные накладные, на бумажных носителях. Доверенность должна быть подписана доверенным лицом и руководителем или иным лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными документами. Доверенность должна быть заверена печатью организации при наличии печати. Обращаем внимание, что данная доверенность необходима для подписания оригиналов документов. Доверенность для работы во ВГИС ОПВК не подходит, так как она уполномачивает лицо для работы только в системе и подписания документов посредством УКЭП. Вы передаете оператору по транспортированию копию данной доверенности. В случае, если при передаче отходов для транспортирования и обращения фактическая масса передаваемых отходов отличается от информации в заказе, у отходообразователя есть возможность корректировки массы отходов. Для этого в заказе необходимо будет вам нажать кнопку «Требуется корректировка массы». К сожалению, здесь в тестовой среде мы вам не можем показать, но, пожалуйста, вы увидите кнопку «Требуется корректировка массы». После нажатия на кнопку «Требуется корректировка массы» заказ переходит в статус «Корректировка массы 1» и поле «Фактическая масса» станет доступной для корректировки в заказе. После изменения вами фактической массы вы нажимаете на кнопку «Сохранить». Внесенные изменения массы будут отражены в автоматически сформированной корректирующей заявке. Необходимо подписать корректирующую заявку, нажать на кнопку «Подписать корректирующую заявку». На основании корректирующей заявки будет скорректирована и запись в журнале ОКВК на измененную массу. После подписания корректирующей заявки заказ перейдет в статус «Ожидая подписания акта приема-передачи с отходообразователем», где необходимо будет подписать акт приема-передачи. После подписания корректирующих документов будет скорректирована запись в журнале ОКВК на измененную массу. Хотелось бы обратить внимание Ваше. При создании корректирующей заявки изменяется сумма окончательного расчета в зависимости от внесенных изменений. При поступлении отходов на обращение с отличающейся массой от информации в заявке, информация в заказе будет скорректирована после взвешивания фактически переданного объема отходов. Далее, в статусе «Заказа транспортирования» осуществляется транспортирование отходов, переданных отходообразователем до места обращения с отходами. Когда отходы прибывают на место обращения и оператор по переработке подтверждает их прием, заказ переходит в статус «Ожидает проверки отходов». Далее, статус «Ожидает проверки отходов» означает, что оператор по переработке подтвердил прием тары с отходами и в данный момент проверяет их на соответствие. Если оператор по переработке не подтвердит соответствие массы отходов информации в заявке, заказ перейдет в статус «Проверка запроса корректировки массы». Это означает, что федеральный оператор проверяет необходимость корректировки фактической массы в заказе на основании документа, подтверждающего факт взвешивания, который предоставил оператор по транспортированию. Если корректировка требуется, в статус заказа изменится на «Корректировка массы 2». После корректировки массы со стороны федерального оператора заказ перейдет в статус «Подписание акта с корректной массой». Следующее. Оплата по заказу. После подписания первичных документов в системе статус заказа меняется на «Ожидает оплаты». Он означает, что федеральный оператор ожидает от отхода образователя оплаты оставшейся суммы по заказу в соответствии с условиями договора. Информация. Вот здесь раздел «Информация по окончательному расчету» вы можете распечатать реквизиты и отнести в бухгалтерию для полной оплаты по договору. При данном статусе уже документы в заказе будут иметь статус «Подписано». На этом этапе отхода образователю необходимо произвести оплату оставшейся суммы по заказу в соответствии с условиями договора. Информацию об окончательном расчете можно найти, а также будет вот здесь в интерфейсе. После полной корректной оплаты, после внесения информации в систему, заказ переходит в статус «Заказ выполнен». Оператор по переработке при поступлении ОПВК для цели обращения осуществляет проверку отходов на предмет их соответствия отходам, заявленным в заявке и паспорте отходов, и принимает их или для оказания услуги путем подписания акта приема-передачи отходов. При выявлении несоответствия передаваемых отходов оператор по переработке посредством функционала в ГИСУ ПВК направляет федеральному оператору акт возврата отходов с указанием причин возврата и приложением документов, подтверждающих факт несоответствия, в том числе данных фотофиксации. Допустимая погрешность по массе, не влекущее изменение стоимости услуг, составляет при массе до 1 тонны допустимая погрешность плюс-минус 5%, от 1 до 5 тонн допустимая погрешность плюс-минус 3%, свыше 5 тонн допустимая погрешность плюс-минус 1,5%. Спасибо за внимание. Также хотелось отметить, что акт об оказании услуг подписывается здесь системе федеральным оператором первым. Потом, когда у вас выйдет статус ожидает подписания отхода образователям, вы подписываете акт об оказании услуг. Счет фактура у нас является закрывающим документом. Мы высылаем ее посредством электронного документа оборота «Контур-диадок» либо «Почтой России». Счет фактура «Контур-диадок» Счет фактура «Контур-диадок» Счет фактура «Контур-диадок» Счет фактура «Контур-диадок»